александр алексеевич но вот вы как раз это затронули вот эту вот моральную сторону до самую важную сторону что такое человек каким он должен быть качество человека вот это вот решать как раз это должна медицина и в особенности психиатрия вы говорили что у вас есть врач то есть нужно создать наверное какой-то коллектив скажем так мудрецов которые будут давать оценку допустим каким-то действием которые происходят со стороны правительства вы понимаете политика начинается со ста тысяч человек это не я сказал когда 500 человек говорят что вот там такая-то группа врачей должна дать вот такую трезвую оценку к этому никто не прислушивается если тысячи начнут уже как-то обращать на это внимание 10 тысяч уже начнут прислушиваться постепенно но еще не поменяют свое мнение 100 тысяч миллион 2 миллиона скажут вот эта группа докторов сегодня должна определять политику в этом направлении это в этом здесь мы слушаемся этих производственников здесь мы считаем что управление образованием должно быть именно в этих руках то тогда начнется народа власти как она будет снизу продвигаться и развиваться и координироваться все давным-давно придумано и все эти толстые не все законы территориально общественное самоуправление они не выбирают они выдвигают тех кого знают те кто знает объединяются в следующий этаж и на нем определяют уже профессионалов той или иной области выдвигают его дальше вот эти простые нормальные естественные вещи которые еще со времен новгородского вечи были отлажены они могут работать и сегодня но для этого мы не должны выбирать людей о их заявлениям обещаниям клятвам профилю длину не носа или цвету глаз мы должны эти вещи решать по тому что человек сделал и какой он авторитет имеет сегодня в той или иной группе населения вот когда такое народа власти естественным способом безо всяких революций прийдет тогда мы начнем менять свою жизнь а это в принципе сегодня законодательство нам позволяет сделать просто-напросто наша с вами задача просвещать народ таким образом чтобы он прошел этот путь не за столетие за пятилетку чтобы он принял какие-то коллективные решения по созданию тех или иных вы же посмотрите вот у нас в городе всего один тост создан остальные все переписали муниципальные советы переписали свои уставы в нарушение конституции значит буквально у нас два или три совета имеют нормальные уставы остальные переписали с тем чтобы не регулировать не регистрировать тос и почему а потому что тос это орган власти на местах где все друг друга знают вот уже в муниципальном совете а муниципальный депутат там уже это невозможно сделать по одной простой причине что у нас сегодня стоят 14 тысяч населения в нашем округе в муниципальном вот и попробуйте узнайте всех в этих сто четырнадцать тысяч это невозможно это уже объединение малоуправляемое а вот если бы а в нашем тосе шуаловский меридиан там двести восемьдесят семей они все друг друга знают и на собрание приходит двести восемьдесят человек вот и все то есть мы там к ворума не надо искать они все пришли они заинтересованы и они решают свои вопросы должна была пройти дорога через их территорию она не прошла сколько раз отменили шесть шесть раз решение принимает законодательное собрание о проведении трассы через жилой квартал и шесть раз его отменяет этот тос вот и все вот и решение на местах одной маленькой проблемы маленько для нас но для них то она главное понимаете они же прекрасно понимают что никто им ту компенсацию которую они пообещали разнос их жилья не даст они понимают что они окажутся бродягами в этом городе а сегодня они живут на своей земле земли свои дома поэтому управление должно перейти в малые группы людей они уже должны выдвигать наверх наиболее выдающихся и наиболее профессиональных людей все общество начнет постепенно высветляться уйдут уроды уйдут жулики коррупционеры прохиндеи и самое главное уйдут люди не умеющие работать и непрофессиональные вот это надо убирать потому что куда ни кинь везде клин везде у нас рушится все начнем с промышленности с производства смотрите управление сколько у нас ну как перечислять невозможно сколько училища почему военные закрыли 21 училище из них три академии летное училище всего закрыто 100 166 высших лет высших военных училищ поэтому у нас сегодня нет руководства нет руководства мы видим результаты очевидно видим результаты люди не могут справляться с обыкновенными задачами мы топчемся как дурачки на месте и это касается любой сферы давайте посмотрим на образование что у нас там происходит сколько мы будем с этим игре мучиться сколько будем мучиться с это молотка вроде уже все договорились отменять нет не отменяем всемирная организация здравоохранения нам говорит о том что но завтра нас суверенитета лишит и будет распоряжаться нами наше руководство почему-то это подписывает почему ведь мы же знаем что восемь и финансируются там этими пилами гейтсами соросами всякими рокфеллерами мы же это знаем они же наши враги мы же с ними вроде воюем но мы почему-то туда отправляем им стратегические товары зерно амер почему кто кто нам на это ответит никто не отвечает тишина сверху на наши вопросы не отвечают поэтому мы сегодня недоумеваем почему так решается наши чему у нас нет там мы сегодня 82 тысячи предприятий закрыли там такое же примерно количество населенных пунктов чему у нас 90 процентов црб закрыли центральных районных больниц восемь с половиной тысяч хапов ведь уже увидели что да есть народы стал 180 километров начали строить фото девятнадцатом году построили полторы тысячи все остановились беда кошмар но эпидемии никто не объявил чрезвычайной ситуации никто не объявил почему же тогда остановили положительное действие по развитию периферийной там медицины почему опять это все остановилось вопросов много я могу много чего перечислять но я думаю каждый видит что мы положительно не двигаемся никуда если мы начинаем смотреть бирки на своей одежде то мы кириллицы то не находим там как то не получается но то что все плохо мы это знаем да вот решать этот вопрос можно либо эволюционно либо революционно как вы думаете возможно нам все таки как-то это решить эволюционно вы сказали 14 тысяч да там населенный район ваш не должны же все эти 14 тысяч выходить и голосовать допустим да я как предполагаю должна быть какая-то инициативная группа та которая активная потому что 14 тысяч точно не будут активными вот они должны решать не 14 тысяч а сто четырнадцать тысяч тем более вот в нашем муниципальном совете проживает сто четырнадцать тысяч понимаете и поэтому вот таких больших образований и мы управляем конечно политики ничего хорошего из этого не будет смотрите сейчас есть сайты есть интернет доступный создается инициативная группа и как бы объединяется с сплачивается и общается с людьми именно там то есть это достаточно просто но с другой стороны должен кто-то это все возглавить возглавление по каким-то выборам сегодня по какой-то передаче полномочий придут еще меньше профессионалы нежели те которые сегодня занимают те или иные кресла и позиции они уже как-то там притерлись претерпелись они уже что-то хотя бы понимают а человек который туда придет его еще учить да учить поэтому не выборы не по внешнему виду не революционным путем мы так скажем перепоясали себя пулеметными лентами пошли на смольный это бесперспективный путь и я к нему не призываю я считаю что сегодня движение должно быть именно по профессиональной линии там должны люди выдвигаться выдвигаться те кто лучше знает то лучше понимает то лучше организован и в первую очередь кто соблюдает принцип нравственности не на вреде себе соседу и среде если эти принципы соблюдают человек если он решает вопросы свои ну так скажем в области своей компетенции то он должен выдвигаться выше мы должны создавать районные какие-то правительства профессионалов хотя бы начинать с экспертных групп и потом региональные и республиканские вот это движение оно должно быть постепенным и она не может быть революционным потому что революционная приведет нас к тому же самому к чему у нас было в семнадцатом году я не против и как коммунист не против совершенно той ситуации ее по-другому нельзя было решить но она привела к большой потерям и большим проблемам потому что пришли люди непрофессиональные пока не выковались профессионалов не а страна очень много потеряла и человеческих жизней и и и в политическом отношении тоже были беды вот но постепенно выровнялись я считаю что сегодня мы не должны эту ошибку повторять мы должны двигаться постепенно плавно и именно ориентироваться на профессиональную часть нашей нашей стране эти профессионалы есть их просто надо собирать в те или иные советы наста и народ должен настаивать на контроле за деятельностью той или иной власти общественности вот смотрите я возглавляю с 93 года общественную организацию она называется санкт-петербургская профессиональная ассоциация медицинских работников и когда я возглавлял комитет по здравоохранению то это ассоциация была допущена мной допущена контролю за городским заказом то есть я имел право как чиновник доверить городской заказ контролировать той или иной организации на тот момент я не возглавлял эту организацию я возглавлял мой зал для того чтобы не было перекрестных каких-то моментов и интересов но мы в общем-то занимались простой работой городской заказ прошел закупки какие-то были намечены общественность она состояла из главных врачей всего города она же заинтересована чтобы в больнице было закуплено правильное оборудование не то которое выгодно чиновникам а то которое полезно будет для врачей и для больных поэтому мы проверили что было закуплено и за каждую проверку по 30 по 60 по 80 миллионов рублей бюджет экономил именно в результате этой экспертизы общественность потому что общественность не заинтересована в коррупции потому что если будет коррупция то она отразится низким качеством оборудование лекарства всего остального в больницах а кому же это интересно на некачественном оборудовании работа поэтому если общественность занимается контролем это правильно и убежден что настоящие профессиональные организации на уровне саморегулирования а не просто самоуправление вот эти организации они если их не портить так как саморегулирование испортили строители мы это все прекрасно знаем там коррупция пошла в другом направлении по сама саморегулирование настоящие подлинные с судебным контролем а судей и судей надо выбирать тогда если судьи будем выбирать то они будут стоять на стороне закона они на стороне того кто больше заплатил в этом плане мы сможем тогда восстановить законности порядок и все станет по-настоящему правильно контрольные контрольные счетные палаты контрольные есть же закон 212 сейчас об общественном контроле но он вполне работает мы уже занимаемся этим вопросом контролируем ситуации даже решаем в определенном смысле кадровые проблемы потому что выявляя непорядочных и неприличных людей на любом уровне на уровне губернаторов на уровне вице губернаторов мы меняем и на эту кадровую политику влияем через общественной организации общественный контроль который работаем по профессиональному принципу у нас есть рабочие группы по всем направлениям деятельности 32 направления поэтому я считаю что вот это движение хорошее правильное ему надо поддерживать и самое главное что власть должна сотрудничать в хорошем и с хорошими организациями они жульем с варьем и криминалом а скажите эта организация у вас только в санкт-петербурге действует или по всей стране это межрегиональная на северо-запад у нас общественный контроль управляет гурнив алексей сергеевич работает уже шесть по-моему или семь лет работает по северо-западу используя 212 закона в общественном народном контроле спасибо а